Смоленская икона, именуемая Адегитрия, что значит путеводительница, по церковному преданию, была написана святым евангелистом Лукой во время земной жизни при Святой Богородице. Святитель Дмитрий Ростовский предполагает, что этот образ был написан по просьбе антиохийского правителя Феофила. Из Антиохии святыня была перенесена в Иерусалим, а оттуда императрица Евдокия, супруга Аркадия, передала ее в Константинополь, Пульхерии, сестре императора, которая поставила святую икону во Влахернском храме. Греческий император Константин IX Мономах, выдавая в 1046 году свою дочь Анну за князя Всеволода Ярославича, сына Ярослава Мудрого, благословил ее в путь этой иконы. После смерти князя Всеволода икона перешла к его сыну Владимиру Мономаху, который перенес ее в начале XII века в Смоленскую соборную церковь в честь успения при Святой Богородице. С того времени икона получила название Адигитрия Смоленская. В 1238 году по глазу от иконы самоотверженный православный воин Меркурии ночью проник в стан Батыя и перебил множество врагов, в том числе и их сильнейшего воина. Приняв в битве мученическую кончину, он был причислен церковью к лику святых. В XIV веке Смоленск находился во владении литовских князей. Дочь князя Витовта София была выдана замуж за великого князя московского Василия Дмитриевича. В 1398 году она привезла с собой в Москву смоленскую икону Божией Матери. Святой образ установили в Благовещенском соборе Кремля по правую сторону от царских врат. В 1456 году по просьбе жителей Смоленска во главе с епископом Мисаилом икона была торжественно с крестным ходом возвращена в Смоленск, а в Москве остались две ее копии. Одна была поставлена в Благовещенском соборе, а другая мера в меру в 1524 году в Новодевичьем монастыре, основанном в память возвращения Смоленска России. Монастырь был устроен на Девичьем поле, где со многими слезами москвичи отпускали святую икону в Смоленск. В 1602 году с чудотворной иконы был написан точный список, которые поместили в башне Смоленской крепостной стены над Днепровскими воротами под специально устроенным шатром. Позже, в 1727 году, там была устроена деревянная церковь, а в 1802 – каменная. Новый список воспринял благодатную силу древнего образа, и когда русские войска 5 августа 1812 года оставляли Смоленск, икону взяли с собой для охранения от неприятеля. Накануне Бородинской битвы этот образ носили по лагерю, чтобы укрепить и ободрить воинов к великому подвигу. Древний образ Смоленской одегитрии, взятый временно в Успенский собор в день Бородинской битвы вместе с Иверской и Владимирской иконами Божией Матери обносили вокруг Белого города, Китай-города и Кремлевских стен, а затем отправили к больным и раненым в Лефортовский дворец. Передоставление Москвы икона была взята в Ярославль. Так благоговейно хранили наши предки эти иконы и сестры, и Матерь Божия через свои образы охраняла нашу Родину. После победы над неприятелем икона одегитрия вместе с прославленным списком была возвращена в Смоленск. Празднование в честь этого чудотворного образа 28 июля было установлено в 1525 году в память возвращения Смоленска России. Есть и день празднования Смоленской иконе, прославившейся в XIX веке 5 ноября, когда этот образ по распоряжению главнокомандующего русской армии Михаила Кутузова был возвращен в Смоленск. Святая икона Божией Матери одегитрия – одна из главных святынь русской церкви. Верующие получали и получают от нее обильную благодатную помощь. Матерь Божия через свой святой образ заступает и подкрепляет нас, путеводствуя ко спасению, и мы взываем к ней. Ты верным людям всеблагая одегитрия, ты смоленская похвала и всея земли российские утверждения. Радуйся, одегитрия, христианам спасения. Христианам спасения Христианам спасения ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok